Девушки отдыхают Отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. Сорок дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожиданий замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, а был полон народа. Сновали, предлагая свой товар торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию, а посередине зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными яствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, и юноше пришлось ожидать своей очереди два часа. Наконец мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. — Пусть-ка юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два часа. — И вот еще какая у меня к тебе просьба, — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с двумя каплями масла. — Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло. Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а два часа спустя предстал перед мудрецом. — Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе в персидские ковры в столовом зале, сад, который искуснейшие мастера разбивали целых десять лет, старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке. Престыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. — Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме, — сказал тогда мудрец. — Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет. Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. На этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады и окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины, статуй. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. — А где же те две капли масла, которые я просил донести не пролив? — спросил мудрец. — И тут юноша увидел, что пролил их. — Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, — сказал ему мудрейший из мудрых. — Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке. Сантьяго, выслушав рассказ, долго молчал. Он понял, что хотел сказать ему старик. Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова